броклин продакшн представляет приветствую вас на канале опасная бритва бруклин продакшн меня зовут павел и сегодня у нас будет приятная бомбическая распаковочка и даже с изюминкой будет распаковочка сегодня у нас много посылочек но постараюсь быстренько это все распаковать будет всем интересно. Надеюсь, надеюсь будет вам и мне это очень интересно и потом все это будем пробовать бритье на нашем обзоре. Так, давайте начнем с интересной посылочки. У нас тут четыре сегодня посылки достаточно больших. Отложим их в сторону и начнем вот с этой большой посылочки. Неожиданно пришла посылка из Калифорнии, непонятно от кого, но опять же таки прочитал Frank Shaving. Компания Frank Shaving прислала эту огромную посылочку. Видите написано логотипы компании FS Shaving Frank Shaving. Прислала эту большую посылочку из Калифорнии. Я потом вспомнил, что у них есть представительство на Амазоне, а значит представители в Соединенных Штатах. И посылка пришла быстро, красиво. И сегодня посмотрим, что там. Реально не знаю, что находится внутри. Конечно, могу предположить, что это опять же такие новинки помазки. Помазки интересные. Компания Frank Shaving. Это уже наши старые друзья. Они присылают каждый раз на обзор что-то новое, интересное. Хотят нас первыми познакомить со всем действием. Хорошо так добротно запечатали. Сейчас посмотрим, что и как и почему. Ух ты, ёлки-палки. Нас встречает много пупырки. Много пупырки. И нас встречают. Сейчас мы это все... Ого! Сейчас мы будем. И нас встречают помазки. Так. Ух ты, ёлки-палки. Frank Shaving. Посмотрите, ребят. Сейчас все это достанем. Так. Frank Shaving. Этот легенький. Этот тяжелее. Этот. И нас встречает сколько штук? Пять штук по Москву. Компания Frank Shaving. Сейчас будем быстренько смотреть. А потом уже детально смотреть в бритье. Так. Красивые коробочки. Подарочный вариант. Описание. Давайте быстренько посмотрим. Это тоже немаловажно. Если кому-то вы решили сделать подарок. Так. Сделано вручную. Описание. Вот таким вот образом. Логотипы перерабатываются. Все. Апруфт, как говорится. Так. Вас встречает помазок. Он ни низок, ни высок. И вот такой вот помазочек. Так. Сейчас мы его посмотрим. Небольшой. Ух ты, ёлки-палки. Вот такой я еще не видел. Он, конечно, небольшой помазок. Это синтетика. Под барсучка. Синтетика. Да, я уже стал сомневаться. Такую делают синтетику классную. Под барсучка. И ручка. Ручка с таким вот текстурой. Специальная такая краска. Знаю, что есть такого плана краска, которая трескается после высыхания. Создает иллюзию как бы устаревшей старины. Такой старинной вещи. Ну, интересно. Красиво. Так, давайте, ребята, быстренько это дело посмотрим. Второй помазочек. Второй помазочек. Опять я сверху открываю. Надо открывать, наверное, с нижней части, чтобы было быстро, красиво. Так. И нас встречает. О, зебра. Такой у нас уже, по-моему, есть помазок в ассортименте и в действии. Интересная логика. Не знаю, в чем это связано. Дизайнером виднее. Такая зебра красно-черная и под мамонт. Да, такую под кость сделан такой помазок. Опять же тоже синтетика. У франков хорошая синтетика. Мне нравится. И такого плана помазок у меня есть. У нас уже был на обзоре. Ну, попробуем и такой вот. Так, отлично. Такой красавец. Следующий красавец. Тут легенький помазочек. Низ коробочки. Франки нас порадовали новинками. Давно ничего не наблюдалось. И вот, видите, прошла эпидемия, как говорится, и новинка. О, это красивый, красивый. Тоже все. Синтетическая смола такого плана, как кость. Узел порядка 20, ну, могу ошибиться, 22-24 миллиметра. Ручка красивая, такая очень красивая. Под мрамор, под такую полированную кость. Очень, очень классно, душевно, приятно, очень красиво. Нравится. Нравится, скоро на обзоре. Так, и следующий. Так, нижняя часть. Коробочки. Открываем быстренько. Опа. Коробочки быстро разлетаются. Помазочки быстро появляются. Ух ты, пелки-палки. И нас встречает похожий помазок, немножко с другой ручкой. Наконец-то, с логотипами компании Frank Shaving. Вот, не знаю, честно, это. Не-не, это тоже синтетика. Тоже синтетика. Очень плотные набивки. Опять же, в стиле вот таком полированного мрамора. Красиво. Сделан как будто такой интересный материал, получается, и хорошо обработанный, и красиво сделан. Логотипы компании. И набивочка радует. Действительно, очень плотная набивочка, что в этом, что в этом помазке. Только этот немножечко, скорее всего, 24, а этот или 20 или 22 миллиметра. То есть, визуально, когда уже берешь, то есть, уже видно. Красавцы, красавцы, да. Умеют, умеют делать. Красивые новинки. И еще один помазочек, дабы не затягивать время, потому что есть сегодня, что посмотреть. Тяжелый такой. Ух ты, елки-палки. Вижу металлическую ручку и что это у нас такое красивое. Вот, вот такой вот он. Даже я отражаюсь в этом помазке. Вот так вот. Красивый, красивый помазок. Вот такая вот вещь. Очень красивая. Вся моя квартира отражается уже в этом новинке. Металлический, тяжелый, приятный для любителей тяжелых помазков. Очень здорово, красиво. Вся, опять же, синтетика. Очень здорово. Так, это мы кладем сюда. Вот такие вот помазки у нас сегодня представлены. Давайте вот так вот их положим, чтобы было красиво видно. Очень красивые, интересные решения есть. Мне очень нравятся. Так, четко. Спасибо Франком за предоставленное, как говорится, удовольствие. И посмотрим их в работе. В работе, в действии синтетика хорошая, предсказуемо, отличная. Значит, будем пробовать и смотреть. Так, давайте быстренько. Следующую посылочку, вот следующая посылочка, которую я заказывал с электронного аукциона для нашего с вами обзора. Давайте быстренько, чтобы уже это все дело. Ага, вот эта штучка, вещь. Встречает такой кулечек приятный. Так, что он встречает, ребята, вы не поверите. Встречает такой золотой кошелечек. Многие уже догадались, что это такое. А это, правильно, travel бритва. Но это не жилетовская бритва, как многие подумали. Это старинная немецкая бритва. Она, конечно, требует чистки определенной. Так, ручка. Что мне понравилось в этой бритве? Видите, еще она от долгого хранения неправильного, так скажем, немножко имеется ржавчина, но это все элементарно. Почистим, уберем и будет все очень здорово. Так, что мне нравится в этой бритве? То, что, как вы видите, лезвие, то есть, уже преподносится под углом порядка тридцати пяти градусов. То есть, я уже имею опыт с другими станками буквально недавно. То есть, бритье должно быть очень классным и комфортным. Вот это вот мне стало очень интересно. Почищу, приведу его в порядок и тем самым будем пробовать на обзоре. Маленькая трава бритва, очень приятная, душевно не похожа на жилетовскую бритву, кошелечек похож. А бритва совершенно не похожа, совершенно другой профиль, совершенно другие, скажем так, намерения. И красивый кошелечек. И, как вы думаете, чем отличается женская бритва от мужской бритвы. Вот цветом такого кошелечка. А бритва одинаковая. Это общеизвестный факт. Так, давайте дальше. С этой бритвой надо будет заниматься, но мы, как говорится, не облашаем. Так, следующая посылочка. Неправильно распаковываю, чтобы не порезать. Заказал я опять же таки с электронного опциона и это для любителей опасных бритв. Опасная бритва, которую я приобрел для восстановления, потому что она мне очень понравилась. Вот не хватало еще 25 бритвы в первом ряду. И вот такая вот бритва. Так, оригинальная коробочка. Это бритва, как здесь написано, Paramount и бритва с американским названием, но бритва немецкая, сделанная в Германии. Номер бритвы 8459, как здесь указано, Halloground, Германия. Как правило, эти бритвы немцы делали для Соединенных Штатов. Что мне понравилось в этой бритве? Ну, опять же, ее надо почистить. Все это, понятное дело, она, как говорится, с долгого хранения неправильного или правильного, что даже воды наших времен. Небольшое имеется золотое покрытие. Очень радует такой обушок. Посмотрите, красивый какой. Вообще, бритва очень красивая. Вот такой обушок. Paramount с обеих сторон. В принципе, бритва живая. Немного почистить ее и будет радовать нас бритье на обзоре. Очень красиво. Для любителей опасных бритв, редкий такой обушок. Очень красивый сделан. Оригинальное все покрытие, клепки, все-все-все почистится, будет очень здорово. Ручка, кстати, очень приятный такой пластик. Немножечко кривоват, но в принципе, очень приятный пластик. Ну, чтоб полированный. Так, здорово. Paramount. И это перешли к приятным посылочкам. Очень приятным, душевным. И еще одна посылочка нас ждет. Вот такая посылочка. Пришла уже от известного сайта Italian Barber. Что вы думаете здесь? Здесь интересные вещи. Ребята, лежат сегодня интересные. Будет бритва. Единственное, что посылка зависла на таможне. Она, видите, здесь написано checked DHL. То есть посылка вскрывалась на таможне. Нету доверия. Вскрывалась, проверялась. И сейчас вместе с вами на камеру посмотрим, что доехало к нам после проверки на DHL. Этим отделом безопасности на всякий случай они проверили. Так, давайте откроем, посмотрим. Хотелось бы, чтобы все на месте, но как еще по-другому. У каждого своя работа. Каждый что-то проверяет. Но иногда доставка затягивается. У нас это затянулось приблизительно на неделю. Неделя это ерунда. Нас встречает куча знакомых штучек. Нас встречает бритвочка. Нас встречает бритвочка. И нас встречает изюминка. Изюминка. Показываем изюминку или еще не показываем. Показываем. Смотрите, я вам с краешки покажу вот так. То есть у всех есть, а в Бруклине нет. Теперь в Бруклине есть такая вещь, как рапира. Рапира Platinum Lux. Легендарная бритва, которая есть у всех на обзоре, кроме меня. И решил приобрести себе такую бритву. Почему бы нет? Хочется тоже трешака, не только кому-то. Рапира. Набор для бритья. Всем знакомая бритва российского производства Moscow Russia. Так что будет на обзоре, не знаю. Не знаю, но будем пробовать. Это была изюминка этой распаковочки. Бритва рапира. Посмотрим, как она будет на обзоре. Из очень приятных вещей это бритва Reserac Game Changer Open Comp 68 с барберской ручкой. Все как мы заказывали, все прибыло. Так, пулечек. Знакомый уже кошелечек, сделанный под кожу. Хотя тут написано настоящая кожа. В чем я очень сомневаюсь. Компания Reserac. Логотипы компании. Открываем и первый взгляд. И вот он, красавец. Сейчас мы это красавец бритва. Красавец. Барберский вариант ручки предлагался. Открытая голова. 68 ГАП. Выпустила недавно компания Reserac в ограниченной серии эти бритвы. Возможно, еще есть у них на продаже, но они объявили, что бритвы в ограниченном количестве. То есть они временами выпускают, временами прекращают выпускать. Так, очень красивая бритва, очень красивая ручка, цепкая. Все очень здорово полированная. В принципе, очень даже неплохо, мне так кажется. На первый взгляд. Красиво очень. Давайте открутим. Тяжелая ручка. Плита, кого интересуют такие подробности. Открытая голова. У меня есть 84 закрытая, а это 68 открытая, то есть будем пробовать. Хотел что-то сказать и будем пробовать, потому что реально не знаю, как эта штука работает. Очень красивая, очень надежная, с очень хорошими отзывами и ручка просто очень радует. Так, красиво, красиво, все четко и понятно. Переливается, красота. Сделана из нержавеющей стали, не требующего большого ухода. Красивая бритва. Так что, если кто интересуется, может зайти на сайт Italian Barber и возможно там она есть еще в продаже. 68. Вот такая вот бритвочка. Ну что, ребята, все понравилось. Мне лично очень все здорово понравилось. Отличные помазки новые, отличные бритвы для восстановления. Отличные новые бритвы. Рапира радует, геймченджер радует. В общем, будем менять игры, будем менять теорию поведения. Я не знаю, геймченджер вот к этой штуке тоже относится, это тоже что-то новое для меня. Многие просто балдеют, но может быть попробуем, попробуем, не будем делать выводы. Так что, ребята, всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайки, пишем отзывы, что вы пользовались, чем вы пользовались, что вы об этом всем думаете. И будем пробовать как опасные, так и безопасные бритвы. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся на канале. Пока. Спасибо за просмотр.